Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. 28 тысяч образцов отечественной продукции военного и двойного назначения в Московской области проходит форум «Армия-2023». Губернатор Дмитрий Азаров возглавляет делегацию из Самарской области. Комфортные условия и безопасность подготовку пунктов для голосования обсудили на заседании рабочей группы по содействию избирательным комиссиям с участием главы города Елены Лапушкиной. Православные верующие отмечают медовый спас, как в нем сочетаются черты церковного и народного праздников. Знаменитые марши и вальсы разных лет, а также песни советских композиторов, концерт духовой музыки организовал для самарцев военный оркестр мотострелкового соединения Центрального военного округа. Самарская делегация во главе с губернатором Дмитрием Азаровым работает на форуме «Армия-2023», который проходит на полигоне Алабина и аэродроме Кубинка в Московской области. Участие в форуме принимают тысячи оборонных предприятий России, которые демонстрируют современную технику и оружие. Участников и гостей форума поприветствовал президент России Владимир Путин. Свои достижения и новинки представляют 10 предприятий ОПК и организаций Самарской области. Среди них РКЦ «Прогресс», ОДК «Кузнецов», завод «Салют», Самарский университет, авиакор-авиационный завод, авиаагрегат, «Ниэкран», «Тяжмаш», «Жигулевский радиозавод» и завод «Коммунар». Губернатор Дмитрий Азаров осмотрел новые изделия, представленные на стендах компаний, и пообщался с разработчиками. Ранее глава региона отмечал, что оборонные предприятия области сейчас успешно справляются с государственным заказом и вносят заметный вклад в обороноспособность страны. На форуме запланировано более 260 различных мероприятий, конференции, круглые столы, панельные дискуссии, встречи и переговоры. Представлено около 28 тысяч образцов отечественной продукции военного и двойного назначения. Форум «Армия-2023» продлится до 20 августа. В районе Бахиловой поляны продолжается тушение лесного пожара. На месте работают аэромобильные группировки областного главка МЧС России и Волжского спасательного центра МЧС. С 13 августа для тушения пожара применяется вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра. Произведено 29 сбросов воды, то есть более 100 тонн. Возгорание локализовали на площади почти 9,5 гектаров. Для тушения пожара привлечены 176 человек, 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 148 человек, 13 единиц техники. Еще один пожар произошел в Ставропольском районе на территории Узюковского лесничества. Общая площадь возгорания достигла 17 гектаров, однако пожар удалось ликвидировать. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. В Ставропольском районе побывал с рабочим визитом губернатор Дмитрий Азаров. Он дал поручение главе района Владимиру Медведеву. С питанием, с размещением, если надо, чтобы люди не мотались. Все надо решать. Нам надо в ночь все дожать. У нас заповедник локализовали. К сожалению, до утра еще останется. На территории всех лесничеств в Самарской области до 21 августа продолжает действовать запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц от 30 до 60 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 60 до 80 тысяч рублей, а на юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей. Комфортные условия и безопасность на избирательных участках обсуждали на совещании в администрации города под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Подготовка пунктов голосования в муниципалитете сейчас на финишной прямой. Практически все избирательные участки готовы уже менее чем через месяц принимать жителей города. О том, что еще предстоит доделать к единому дню голосования, расскажет Михаил Ермоленко. К предстоящим выборам главы региона и до выбора местных районных депутатов в Самаре подготовлено 472 избирательных участка. Важно обеспечить не только комфортные условия для голосующих, но и безопасность. Это стало главной темой обсуждения на прошедшем совещании в мэрии Самары. Избирательные участки оснащают системой противопожарной безопасности, металлодетекторами, средствами тушения. В пунктах голосования будут дежурить сотрудники полиции и вневедомственная охрана. Создаются все условия, чтобы ничто не помешало избирателям выполнить свой гражданский долг. Высокую степень комфорта обеспечит и тем голосующим, кто будет делать свой выбор на дому. Прошу глав внутригородских районов совместно с избирательными комиссиями на территориях скоординировать работу по планированию и обеспечению избирательных комиссий транспортными средствами для организации голосования на дому. С учетом сведений, поступающих в комиссии о желающих по состоянию здоровья проголосовать на дому, необходимо выстроить оптимальные по логистике маршруты членов избирательной комиссии, выезжающих с переносными ящиками для голосования. Глава города Елена Лапушкина обратила внимание также на информирование горожан о расположении избирательных участков. 13 из них в 8 районах Самары локацию поменяли. Точное местонахождение можно узнать на сайтах администрации и избирательной комиссии. В Ленинском районе 21 участковая избирательная комиссия расположена в здании 16 избирательных центров. По сравнению с 21 годом у нас один добавился из-за того, что было предельно превышено количество на одном уике. И у нас изменились адреса по трем уикам. Ближе к середине августа на избирательных участках проведут дополнительную проверку совместно с сотрудниками МЧС и МВД. Напомним, что в сентябре 8, 9 и 10 числа пройдут выборы губернатора Самарской области. С 2023 года работает механизм «Мобильный избиратель». С помощью этого инструмента можно подать заявление о голосовании по местонахождении. Документы необходимо передать либо в территориальную комиссию и МФЦ, либо подать через портал госуслуги. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. В Самаре на площадке общественной палаты Самарской области прошел круглый стол регионального общественного штаба независимого наблюдения за выборами 2023 на тему конкуренции на выборах. Итоги выдвижения. Эксперты обсуждали процедуру регистрации кандидатов, которая завершилась на прошлой неделе, и высокий уровень конкурентной борьбы на выборах всех уровней в регионе. Подробности в нашем сюжете. Более 440 кандидатов от 8 различных партий и самовдвиженцев. Таковы итоги процедуры регистрации участников выборов в Самарской области. На должность губернатора претендуют 5 человек от 5 парламентских партий. Практически такой же конкурс до 5 человек на место на выборах в городские думы Тольятти и Сызрани. Все это, по словам экспертов, свидетельствует об увеличении уровня конкурентности на выборах всех уровней в России и Самарской области в частности. Как работать общественным независимым наблюдателем в условиях высокой конкурентной борьбы, обсудили на круглом столе, посвященном итогам выдвижения кандидатов. Мы как независимое наблюдение постараемся обеспечить, во-первых, прозрачность процесса, а во-вторых, чтобы у нас все пожелания граждан были учтены именно в единый день голосования, и чтобы мы получили и достойное высшее должностное лицо, и, конечно, чтобы два законодательных собрания и довыборы привели, так сказать, в активную политическую, в том числе, повестку людей, которые работают только на благо Самарской области. Главное, в чем сходятся эксперты, общественное независимое наблюдение начинается не в день голосования, а как раз во время регистрации кандидатов. Общественники должны следить, что эта процедура проходит правильно. Затем наблюдатели следят и за процессом агитации. Ведь из-за высокой конкурентной борьбы некоторые кандидаты могут прибегнуть к незаконным процедурам. Поэтому важно, чтобы все участники выборного процесса следовали нормам, закрепленным законами государства, которые предоставляют всем равные права. О различных сложностях и говорили эксперты во время работы круглого стола. Наблюдение в ходе всей избирательной кампании, в ходе всего избирательного цикла. И да, это нужно расширять. Да, это обеспечивает конкуренцию, собственно, в день голосования, когда мы на протяжении всей избирательной кампании следим, чтобы возможности у кандидатов были равны, по крайней мере, правовые возможности, чтобы конкуренция обеспечивала благосостояние избирателя, который должен иметь возможность выбирать лучшего. Напомним, для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке в дни голосования будет вестись независимое наблюдение. Ответственным за это является региональный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В этом году в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциаций юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатели – президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королёва. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Далее коротко о других темах дня. Сотрудники полиции продолжают выявлять нарушения миграционного законодательства в Самарской области. Профилактические мероприятия прошли на территории тепличного комплекса в Волжском районе. Выявлено 8 иностранных граждан, которые работали без оформления соответствующих разрешительных документов. Их привлекли к административной ответственности. Самарские правоохранители напоминают, что иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность без действующего патента на работу, наказываются штрафом от 2 до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года штраф от 5 до 7 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России. Прием иностранных граждан по вопросам оформления патента осуществляется в многофункциональных миграционных центрах по адресам. Самара, улица Кабельная, 13А, Итольятти, проезд Тупиковый, 4. В Самарском аэропорту экстренно сел самолет из-за больного пассажира. В воскресенье 13 августа во время полета по маршруту Пермь-Сочи командир самолета сообщил о больной пассажирке. Было принято решение садиться на незапланированный аэродром в Самаре. Об этом сообщает телеграм-канал авиаинцидент. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Курумыч в 3.47. К самолету сразу запросили скорую помощь. Стоимость туров в Турцию из России в июле поднялась до исторического максимума с 2001 года и составила в среднем 83,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в Росстате. Среди причин резкого подорожания отдыха эксперты тур-рынка называют рост цен на продукты, электроэнергию и топливо в стране. Кроме того, представители туристической отрасли надеялись на ажиотажный спрос по примеру прошлого года и намеренно повысили цены. Исторического максимума в июле 2023 года достигли и цены на поездки в ряд других стран, среди которых Белоруссия, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Сегодня православные верующие отмечают медовый спас, первый из трех августовских спасов. Он выпадает на начало Успенского поста, который почти не уступает по строгости великому. Верующим следует отказаться от мясной, молочной, жирной пищи и от алкоголя. Нельзя устраивать шумные застолья, также лучше избегать тяжелой физической работы. Медовый спас сочетает в себе черты церковного и народного праздников. На Руси в это время начинали собирать мед. Отсюда и название. На медовый спас в храмах проходят торжественные богослужения. Священнослужители надевают фиолетовые одежды. Из алтаря выносят крест и устанавливают его в центре храма. Также устраивают крестные ходы с последующим освящением водоемов. Верующие приносят в храм мед, чтобы осветить и его. За медовым спасом последуют яблочные 19 августа и ореховые 29 августа. Шоколадное, ванильное и фруктовое в Самаре в торговом комплексе «Гудок» отметили самый вкусный летний праздник – фестиваль мороженого. Каждый мог не только попробовать прохладные лакомства, но и поучаствовать в различных мастер-классах. В беззаботную атмосферу детства и волшебства окунулась Ксения Баканова. Ни конфета, ни печенье. В рот положишь наслаждение. Тает замороженное, вкусное мороженое. Гости из Крайнего Севера, творческие мастер-классы, активные игры, фокусы, аквагрим, зажигательные танцы и настоящий Дед Мороз. В Самаре в торговом комплексе «Гудок» отметили фестиваль мороженого. Для взрослых это заряд позитивных эмоций. Я как будто вернулась в свое детство. Отличный праздник. Пришли, потому что услышали объявление. Очень нравится. Отличный мастер-класс, аквагрим. Все классно. Семь минуты как раз в такую жару. Нас собирает именно здесь такая вот прохлада. Кондиционеры работают. И классная музыка. Дети рады. А для детей это еще и возможность примерить образ любимого героя. Он чуть-чуть кусачий, сарапучий и кушает мои шарики. Но ты все равно любишь его, правильно? Да. А как вы эти козаводки? Гера. Тебе угодили под твои предпочтения? Ага. Это просто эпицентр лета, творчества и молодости. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События. Музыка 19 века на улицах Самары. Возле АДО два раза в месяц для жителей и гостей города играет военный духовой оркестр. От любителей маршев и танцев нет отбоя. Какой концерт подготовили музыканты на этот раз, узнал наш корреспондент. Военные формы царской армии конца 19 века. Песни и марши той же эпохи. На один вечер самарская публика окунулась в культурные традиции горожан времен российского императора Александра Третьего. Это стало возможным благодаря популярным концертным вечерам военного духового оркестра гвардейской Александрийской бригады под управлением дирижера Вячеслава Варушилова. В репертуаре популярные марши, вокальные, танцевальные номера и новые или хорошо забытые старые произведения. Концерты проходят легко, делятся впечатлениями маэстро. Так зовут дирижера знакомые. Публика принимает духовую военную музыку на ура. Как говорится, это пошло, играть одну и ту же программу. Конечно же мы добавляем, конечно же мы расширяем. Есть те произведения, которые у нас звучат постоянно. Это правильная такая работа. Это необходимо делать каждому творческому коллективу. У нас ежедневные построения бригады, прохождение торжественным маршем, все воинские ритуалы. И поэтому нам это легко играть. Мы это понимаем, мы это знаем и доносим так, как хотел донести это композитор. Третий сезон проекта «Летние вечера духовой музыки» проходит дважды в месяц около окружного дома офицеров. Марши «Привет музыкантам» и «Герои шибки» – это основа любого концерта. А в этот вечер военные решили немного похулиганить и исполнили гусарскую песенку. А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали, и в катонки взяв харчи, уходили усачи. Из новинок военного духового оркестра – произведение Матвея Блантера. Это классическая инструментальная музыка, военная музыка, оркестровая музыка, которая звучит мелодично, которая плывет, как наша «Волга». Вот эта музыка плывет сейчас по нашим летним улицам. У нас зрители очень любят танцевать под эту музыку, всегда душевно. Серафима Александровна Клемешина из своих почти 90 лет 20 ходит на вечера духовой музыки Самарского военного оркестра. Здесь она не только слушает классическую музыку, но и любит двигаться с подругами под зажигательные ритмы. Мы все время танцуем, поем, играем. Мы с ней фокстрот пляшем вообще. Нет фокстрот за танго. Мы за духовым бегаем, по паркам. Как узнаем, где духовой, туда бежим. Нравится нам духовой, конечно. Военный духовой оркестр под управлением Варушилова – постоянный участник парадов Победы и 7 ноября. Однако дожидаться этих масштабных мероприятий не стоит. Заключительный сводный концерт под открытым небом пройдет 25 августа. А уже с сентября концерты духовой музыки будут проходить в окружном доме офицеров. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. В Самаре отметили День физкультурника. Вторая очередь набережной на целый день превратилась в огромный спортивный городок. На выставочных площадках проходили не только презентации различных видов спорта, но и мини-соревнования. Какой вид спорта самый популярный в Самаре, узнал наш корреспондент. Главной ареной на второй очереди набережной в День физкультурника стала сцена и спортплощадка рядом с бассейном ЦСКА ВВС. Здесь не только звучали поздравления с праздником от руководителей муниципальных спортивных школ, клубов, федераций, городского департамента физкультуры и спорта, а также областного Минспорта. Здесь проходили презентации разных видов спорта, развивающихся в Самаре. Организаторы праздника напомнили горожанам еще и о том, что планомерно продвигать здоровый образ жизни и развивать физкультуру и спорт в нашей стране начали еще 100 лет назад, в 1923 году. В честь этого события у главной сцены прошла экологическая акция. Волонтеры из вторсырья собирали плакат «100 лет Министерству спорта России». Здесь происходит флешмоб. Мы выкладываем из крышечек красивую картину. Люди сами их собирали, потом отсортировали. Вот у нас здесь их много. И маленькие дети, и взрослые, и родители. Все вообще абсолютно разные возраста подходят. Привлекали внимание горожан и несколько десятков презентационных спортивных площадок на второй очереди набережной. Здесь можно было найти себе занятие по душе. От классической борьбы и шахмат до роликов и адаптивных видов спорта. Для многих теперь День физкультурника стал их личным праздником. Раньше относилось, ну, есть же День металлурга, ну, есть же там день, а теперь, да, это наш праздник. То есть в нашем календаре добавился новый праздник, День физкультурника. Ты идешь и смотришь. Во-первых, есть же реклама, афиши, где что. Посмотрел, одно дело вот как-то, ну, по телевизору, а это вживую. Причем на многих площадках можно попробовать себя. Поэтому это очень важно. В Самаре развивается 104 вида спорта. Десятки спортивных школ, несколько известных по всей России профессиональных клубов. Баскетбольный Самара, футбольный крылья советов, хоккейный ЦСКА ВВС. Второе десятилетие в городе реализуется муниципальный физкультурный проект «Тренер по месту жительства». Становится популярным у горожан новая акция «Самара в движении». Мы подтягиваем те виды спорта, которые считали недостающими или отстающими и привлекаем как можно больше людей, потому что это главная цель нашего нацпроекта – повлечь максимальное количество жителей. А это к 2024 году у нас получается 55%, а дальше уже к 2030 году это уже 70%, а дальше потом будет, наверное, 100%. Поэтому мы все усилия прикладываем к тому, чтобы с каждым годом это показать, что у нас становилось все выше, все качественнее. По традиции на спортивных мероприятиях никто без призов не остался. Лучших наградили почетными грамотами, дипломами и ценными подарками. Финишировал День физкультурника в Самаре легкоатлетическим стартом. Напомним, что вовлечение горожан в систематические занятия физкультурой и спортом – одна из главных задач национального проекта «Демография», реализация которого находится на контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. С 2018 года в регионе открыто около 150 спортивных объектов. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События. Крылья Советов продлили беспроигрышную серию в РПЛ до четырех игр. В минувшие выходные волжане сыграли в ничью в выездном поединке с московским локомотивом. Подопечные Михаила Галактионова спаслись уже в компенсированное время, сравняв счет за несколько мгновений до финального свистка. Наши корреспонденты готовы поделиться подробностями. Ничья в Черкизово с одним из грандов отечественного футбола – результат хороший, но только не в этот раз. Самарские крылья Советов потеряли очки в поединке с московским локомотивом. Дождливая погода, гостевые трибуны и грозный соперник не напугали волжан. Напротив, дружина Игоря Осенькина доминировала на поле всю игру. В первом тайме самарцы вели разведку боем у чужих ворот. Евгенев откликался на подачи партнеров с угловых, а Гарре искал способы, чтобы доставлять мячи в штрафную столичной команды. Получалось, но с переменным успехом. Сердце самарских фанатов дрогнуло, когда Иван Ломаев уже излюбленном стиле далеко вышел из ворот и едва не отдал мяч сопернику. В итоге обошлось Сарвели, который еще в прошлом сезоне выступал за крылья, а к такому щедрому подарку судьбы был просто не готов. Болельщики выдохнули, а арбитр отправил команды на перерыв. На 60-й минуте тот же Сарвели наступил на ногу Костанцев штрафной. Павел Кукуен без раздумий указал на точку, Гарре пробил по центру. Лантратов завалился в угол, но размаха его длинной руки хватило, чтобы не дать мячу заскочить в сетку. Счет не изменился. Еще через несколько минут забил Сарвели, но перед этим Баринов сыграл рукой. Взятие ворот не засчитали арбитры. Уже под занавес поединка забил рассказов. Николай, вышедший на поле во втором тайме, откликнулся на точную передачу Гарре и элегантно перекинул Лантратова. 0-1. Радоваться пришлось недолго. Локомотив бросился отыгрываться, не оглядываясь назад. Константин Марадишвили нанес единственный удар в створ ворот Ломаева. Иван не выручил. Свисток Кукуяна зафиксировал ничью. 1-1. Крылья продлили беспроигрышную серию в РПЛ до 4-х побед, но очков не досчитались. Осенькин остался доволен действиями своих футболистов. Об этом он рассказал на пресс-конференции после матча. Ну, только ребят поблагодарить за качество игры, ну и посожалеть, что мы упустили свои очки. Автор единственного гола в составе Крыльев отметил, что команде нужно работать над реализацией моментов. К сожалению, это футбол. Будем стараться, наверное, работать над собой. И надеяться, что будет много моментов впереди и будет другой счет. Следующий матч дружина Игоря Осенькина проведет в Казани против Рубина Рашида Рахимова. Игра пятого тура чемпионата России пройдет 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18.30. Анатолий Головко. События. А чтобы выиграть Кубок Самары по футболу среди взрослых команд в финальном матче, победителю хватило забить в ворота соперника два мяча. На втором поле стадиона «Металлург» играли команды «Олимп» и «Восход». Кто из них поднялся на вершину пьедистала почета, расскажет наш корреспондент. На втором поле стадиона «Металлург» за Кубок Самары по футболу сражаются лидеры чемпионата города, команды «Олимп» и «Восход». У многих спортсменов за плечами не только Самарская футбольная академия крылья советов. Некоторые успели поиграть в профессиональных командах. Конкуренция в наших турнирах очень высокая. И предсказать победителя не всегда получается. Куба города, в отличие от чемпионата города, это без права на ошибку. Чемпионат города – это долгий турнир, в котором каждый играет с каждым. То в Кубке города проигравший сразу покидает розыгрыш. Этим он и не предсказуем. С первых минут и до экватора первого тайма финального матча мячом владел «Восход». Команда и открыла счет с пенальти. 1-0. Но затем инициативу перехватил «Олимп». И уже на перерыв футболисты ушли при счете 1-1. Второй тайм показал, что лидер чемпионата Самары, команда «Олимп», готова забрать в этом футбольном сезоне все призы. В эффектной атаке Давид Захарян забивает второй мяч ворота соперника и празднует победу. Нам главное прийти и поиграть в футбол. А как играть, с кем играть, нам уже без разницы. Нам дайте поле, мяч. И все, мы готовы играть. По традиции финал Кубка Самары по футболу среди взрослых команд проходит в день физкультурника на стадионе «Металлург». В этом розыгрыше трофея участвовало 10 команд по олимпийской системе. В итоге кубок разыграли команды «Олимп» и «Восход». Дойдя до финала, мы все должны понимать, что им способствовала удача, спортивное мастерство. Поэтому они сегодня в этом финале. В Самаре футбол больше, чем игра. И то количество команд, которые сегодня у нас участвуют в первенстве города, оно за себя и говорит. Кроме Кубка Самары, лучшие футболисты турнира получили индивидуальные призы. На этом футбольный сезон в городе не заканчивается. На стадионе «Металлург» продолжают проходить матчи чемпионата Самары. Борьба за выход в плей-офф в самом разгаре. Болельщиков ждут в 8 вечера по вторникам и средам на главном поле «Металлурга». Вход свободный. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. Телеканал «Самаргиз» улучшил позиции в рейтинге самых цитируемых СМИ региона по версии медиалогии. Компания опубликовала топ-20 средств массовой информации Самарской области, на которые ссылались чаще всего по итогам второго квартала этого года. По сравнению с первым кварталом телеканал «Самаргиз» улучшил свои позиции, поднявшись сразу на пять строчек и заняв 11 место. Индекс цитируемости телеканала составил 5,29. Позиция в рейтинге медиалогии – один из главных критериев оценки эффективности работы СМИ. Улучшение показателей говорит о том, что наш контент интересен не только читателям, но и коллегам из других изданий, так как они регулярно используют его для подготовки материалов на своих платформах. Сами рейтинги медиалогии уже много лет являются одним из главных показателей качества работы изданий, на которые ориентируются не только ведущие федеральные и региональные СМИ, но и сотрудники пиар-служб крупнейших компаний страны. Сегодня телеканал «Самаргиз» – один из самых оперативных информресурсов в региональном интернет-пространстве. Мы одними из первых выдвоем информацию в наши социальные сети. Кроме основной страницы, наши новости доступны на всех основных площадках в соцсетях – ВКонтакте, Телеграм и Одноклассники. За нашей информацией следят более 30 тысяч подписчиков. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Строительство водоводов от НФС-2 в Управленческом вышло на завершающую стадию, сообщает Телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Основная работа по обеспечению жителей Красноглинского района выполнена. Построен комплекс сооружений. Новая насосная станция на НФС-2 в студеном Овраге, еще одна насосная станция, два резервуара чистой воды, хлораторный и административный корпус на улице Сергея Лозо. И самое главное, уложены два водовода диаметром 600 мм протяженностью 6200 метров каждый. Сейчас на объектах комплекса проводится благоустройство территорий. После начнется подготовка труб к поступлению воды, промывка и хлорирование. Это необходимая и самая сложная часть работы, которая обеспечит качество воды, подаваемой жителям. В эти дни возможно некоторое изменение качества воды в домах и выпуск воды через гидранты и уличные краны. Специалисты просят жителей не пугаться, отнестись с пониманием к данной ситуации. В случае необходимости будут предоставлены бойлеры с питьевой водой. В рамках фестиваля «Стрит-арт» Приволжского федерального округа «Форм-арт» проходит голосование за лучший мурал, пишет телеграм-канал городского департамента образования. Самарскую область представляет работа «Открытие возможностей». На фасаде школы номер 12 имени Героя Советского Союза Сафонова на улице Красноармейской 93А проголосовать за понравившуюся работу можно до 17 августа по бесплатному номеру 8 800 301 50 23. Чтобы поддержать работу Самарца, необходимо в тональном режиме выбрать индивидуальный номер участника 12. Итоги фестиваля «Стрит-арта» будут оглашены на торжественной церемонии закрытия в Кирове 25 августа, где встретятся представители всех 14 регионов округа, финалисты – члены регионального оргкомитета и жюри. Администрация железнодорожного района предлагает помочь книгам обрести новую жизнь. Процесс бесплатного обмена книгами состоит из простейших действий, основанных на принципе «почитал, отдай другому». Для этого в городе расположены безопасные полки, которые находятся на территории кафе, библиотеки или в парке. Такие места защищены от непогоды и находятся в общественных пространствах. Адреса можно узнать в телеграм-канале. Телеграм-канал советского района Самары сообщает, что завершился прием заявок для участия в конкурсе «Цветущий советский район-2023». И пора выбирать победителей. Голосование проходит по четырем номинациям. Лучший клумбоцветник. Лучший цветущий двор. Лучший цветочный арт-объект. Цветущий балкон. Голосование проводится в электронной форме на официальном сайте администрации советского района через виджет «Общественное голосование» на портале Госуслуг в период с 14 по 28 августа. Подведение итогов 29 числа. Звание победителя конкурса «Цветущий советский район-2023» присуждается участникам конкурса, занявшим первое, второе и третье места в каждой номинации. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин